Приветствую вас, ребята. Здравствуйте. Обратную связь вижу, значит меня видно и слышно. Ребята, рад всех видеть. Мы с вами знакомы. Тем, кто пришел на нашу команду учеников, 6 класса, я представлюсь. Меня зовут Изат Русланович и предмет технология. Пусть стареньких ребят тоже не удивляет такое новшество. У нас вот такие вот перемены. Значит, у нас в том году была наглядная геометрия, в этом году теперь предмет называется технология. Значит, о предмете. Несколько слов о предмете. Вначале я вас, конечно, в первую очередь поздравляю с переходом в 6 класс. Вы стали на год старше и поздравляю с началом учебного года. О предмете теперь технология. Что же это за такой предмет? Значит, предмет, он относительно новый. Новый не только у вас. У нас в общем в школе этот предмет новый. И в плане в Кыргызстане он существует где-то 2-3 года. Это новый интегрированный предмет. Раньше были предметы так, черчения, труд и дизайн. Их между собой объединили и назвали технология. Значит, технология, в первых, начиная с 5 по 9 класса. С 5-6 класса мы с вами больше рассмотрим такую часть как труды. Раньше делили на мальчики, девочки. Девочки занимались своей деятельностью. Это такие как кулинария, шитье и так далее. Мальчики занимались различными строганием, пепелением и другими видами деятельности. Но теперь этот предмет объединенный, не делимый на мальчиков и девочек. Я вам сегодня расскажу, чем мы будем заниматься. У нас, значит, школа специализированная. И такие разделы, как кулинария, кройка, шитье у нас есть в отдельности по кружкам. И также по технологиям. Значит, по технологиям, новым технологиям у нас есть кружок робототехники. Поэтому эти разделы мы не включаем. А мы с вами сделаем уклон на ведение домашнего хозяйства. То есть, все мы живем в домах, пусть даже кто-то в квартирах. И его нужно везти, чтобы в доме был уют, комфорт и безопасное жилье. Поэтому мы с вами будем различные рассматривать, может даже изготавливать своими руками изделия, такие как приспособления для дома, удобные для жизнедеятельности человека, или даже рассматривать различные лайфхаки. То есть, сейчас современное такое слово, лайфхак. Теперь о процессе нашего обучения. Значит, смотрите. Вам нужно будет завести обычный канцелярский принадлежности. Мы с вами будем работать с обычной тетрадью в клеточку. В дни, когда у нас с вами будет теория, вы туда будете записывать различные термины, последовательности. А через неделю, раз в неделю, у нас будут практические работы. То есть, я постараюсь как-нибудь на время дистанционного обучения перенести камеру так, чтобы видно было рабочий стол. Рабочий стол было видно. И мы с вами займемся различными практическими работами. То есть, каждый урок, я думаю, будет вам интересен. Теперь, давайте, я перейду уже к монитору экрана и вам презентую некоторые слайды. Так, снова сначала не могу найти. Вот, нашел. Тема урока – это введение знакомства с технологией, как с наукой. И первое же, о чем хотелось бы, это начать урок с техники правил поведения на уроке. Значит, первое – это самое. Не трогать и исправлять настройки программы, которые вы сейчас смотрите. Кроме как, значит, просмотра уроков и комментариев, не советую что-то вам менять и исправлять. Убедиться в том, что микрофон выключен – это мешает уроку. Но, в принципе, сейчас вот у нас урок идет. Ни у кого микрофон не включен. За это вас я благодарю. Не проситься к микрофону. Да, вот если кто-то к микрофону просит, у нас вылетает программа. Приходите заново. Не мешать учителю при объяснении материала. Пятое. С друг другом не переписываться. Для этого у вас есть другие чаты и платформы. Вот, ребята, самым последним этим пунктом вы немножко пренебрегаете. Часто замечаю переписка с друг другом. Мы сейчас на уроке. Есть один слайд, я об этом вам скажу. И вопрос задавать коротко и корректно. Соответственно, конечно, я буду давать обратную связь, чтобы вы какие-то вопросы задавали. Вот как раз вопрос. Тонкую или тетрадь, да? У нас технология будет продолжаться два года. Пятый, шестой. А, вы уже шестой класс, да? Ну, в принципе, заведите общую 36 листов, будет достаточно. Потому что мы можем какие-то детали, может быть, рисовать, их размеры зачерчивать. Поэтому нужно будет тетрадь потолще. Так, цель предмета. Является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. То есть, мы с вами будем какие-то изготавливать изделия. И, может быть, они окажутся еще и на рынке конкурентоспособными. То есть, может быть, будем уже говорить, если будет качество достойное изделие, то говорить о какой-то ее реализации. Еще хочу, может быть, так даже вам новшество обрадовать во втором полугодии, а может, даже и раньше начнем работу с проектами. Вот как раз по изготовлению изделия мы составим проект, как его сделать, как реализовать и, так сказать, презентовать нашу продукцию. Задача предмета. Формирование политехнических знаний экологической культуры, политехнических, а слово техника, технические знания. Привитие элементарных знаний и умений поведения в домашнее хозяйство и расчеты бюджета семьи. Соответственно, все, чем бы мы дома не занялись любой деятельностью, она несет финансовый такой отпечаток. Тогда будет тоже самый ремонт или что-то, значит, нам улучшит, всегда идет у нас расход по деньгам. Об этом тоже будем говорить. Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи. Вот как раз у нас будет творческий, так сказать, блок по проектам, где вы проявляете свои таланты в изобретательской области. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий. Мы также будем говорить о профессиях, какие виды есть профессий, чем у нас современная молодежь и в дальнейшем мастера-профессионалы занимаются. И воспитание трудолюбия, предприимчивости, честности, обязательности и коллективизма. Вот коллективизм последнее на вашем этапе один из важных моментов. Умение работать в группе, умение работать и приспосабливаться в коллективе, это одна из важных, так сказать, аспектов. И шестой пункт. Дизайн и декоративно-прикладное искусство для повышения конкурентоспособности при реализации продукции. В принципе, я вот об этом говорил. Возможно, в каких-то из практических работ мы с вами поработаем, может быть, с кожей, может быть, с войлочными изделиями. И как раз, я думаю, девочкам это будет интересно. А мальчикам работа с кожей тоже это очень. У нас есть рыцкие мастера, которые изготавливают такие вот красивые изделия из кожи. Можно даже как экскурсию сходить в ЦУМ, если будет у вас время. И я не помню, на каком этаже, там есть продукция наших национальных мастеров из кожи. Это для поддержания, значит, национального стиля. В ЦУМе, где я спрашиваю, да? Из кожи очень красивые изделия. С кожей очень такая интересная работа. Мы с вами, возможно, попробуем. Но здесь, опять же, финансовый, значит, финансовый момент приобрести эту кожу. Ну, посмотрим. Итак, давайте непосредственно технология. Это комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт, эксплуатацию и утилизацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами. И обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом. В принципе, эта терминология, другими словами, то, что я вам рассказал своими. Только здесь уже это как цитата. Кстати, домашнее задание будет там у вас выписать все термины. Обратите внимание. Технология включает в себе методы, приемы, режимы работы, последовательность операции и процедур. То есть, вот, например, говорится же технологический процесс. Это вот как раз операция от, например, изготовления сначала как сырья, а затем до готовой продукции. Итак, оборудованы инструментами, используемые материалами. Немаловажно использовать какой материал. Технология, которую должен владеть каждый человек. Технология общения. Конечно, первая технология общения. Может, мы пару часов даже с вами посвятим. Технология общения. Технология ухода за жильем. Технология обработки различных материалов. И технология декоративно-художественной обработки. Это все, все относится к потребностям. Вот, смотрите. Технология общения, как здесь картинка я привел. Технология ухода за жильем. Ну, это не только будем говорить, конечно, об уборке. А уход за жильем, это вот больше, наверное, вот эта картинка подходит, когда в доме нужно следить за его безопасностью и комфортом. Зачем это все нужно? Потому что у человека есть потребности. Вот сегодня вам еще и как домашнее задание, так сказать, не официальное домашнее задание, которое надо выполнить, а для себя. Попробуйте сегодня себе представить, какие же у вас есть потребности, нужды, чтобы в жизнедеятельности жить дальше, потребности. И вы сразу поймете, чем вам захочется заниматься. Потребность – одна из причин активности человека. Вот поэтому человек активен, потому что он не есть потребности. Так как после осознания своих потребностей у человека появляется цель их удовлетворения. Сразу, конечно, хочется это что-то сделать, изготовить или добиться чего-то. И связаны с этим задачи для дальнейшей деятельности. Вот такая вот пирамида. Сегодня у нас вводный урок. И хочу поговорить о потребности человека. Смотрите, самые низ пирамиды, физиологические потребности – это пища, вода, сон. Я бы еще сюда добавил бы воздух. Самая первая потребность человека – это воздух. Без воздуха человек, ну скажем, больше 2-3 минут уже не человек. Поэтому второе – это вода. Вода. Мы с вами, у вас будет скоро такой предмет, как геология. Вы будете проходить. Человек состоит на 80% из воды. Поэтому вторая потребность – это вода, третья – пища и, соответственно, сон. Сон, как раз за лето вы свой сон часто нарушали. Наверное, сидели за гаджетами, за компьютерами, в интернете и вот нарушали сон. Не советую нарушать сон, а вести здоровый, правильный образ жизни, с правильным графиком. Второе потребность – это безопасность. После того, как у человека все эти есть, есть, значит, потребности, он думает о безопасности. Защищенность, стабильность, уверенность. Защищенность – давайте поговорим об этом. Я вот уже вот так вот представлял. Выходишь ночью и осознаешь, что ты спал с открытой дверью. Утром выходишь и, оказывается, всю ночь спал с открытой дверью. Сразу становится дискомфорт. Сразу думаешь, а никто ли не зашел. Хотя у нас с вами, если кто в частном доме живет, есть ворота, решетки какие-то. Если кто в квартирах живет, у них, соответственно, тоже идут двери, какие-то подъездные двери, потом входные, домофоны. И все равно становится какая-то незащищенность. То есть мы привыкли. А представьте, раньше люди, да, как в пещерах. Пещера просто закрывалась какой-то вот кустом или тряпочками, да. Какое там можно говорить о стабильности или защищенности. Стабильность и уверенность. Конечно, это если у вас есть защищенность, у вас есть и будет уверенность. Следующая потребность – контакты. То есть общение, забота, поддержка. Вот как раз общение. Сейчас у вас активно идет чат. Хотя я в этом говорил, что в правилах не общаться. Но потерпите немножко. Я понимаю, у вас есть потребность в общении между друг другом. В общении между друг другом. И забота, поддержка. То есть поддерживать коллективизм, группа, класс. Вы должны быть как едины. Это у человека, в принципе, есть в этом потребность. Поддержка одноклассников даже. Я вот сейчас говорю о, конечно, вас, учениках. А в обычной жизни у взрослых это еще больше развито. Потребность в уважении и признании. Вот такой четвертый пункт. Пятый, да, даже? Четвертый. Любовь, сотрудничество и привязанность. За счет этих качеств очень много создано каких-то там поэм, особенно про любовь, привязанность. Много нас на какие, скажем так, поступки, привязанность толкает, сотрудничество. Ты с человеком сотрудничаешь, что ты должен, обязан, и тебя эта потребность толкает, чтобы развиваться, дальше идти. Потребность творчества и познание. Вот как раз мы с вами, в отличие от, скажем, мира животных, обладаем самым, так сказать, умным, умным мозгом. И мы должны его с вами развивать, знать, исследовать и уметь. Как раз вот мы с вами будем тоже, значит, исследовать и уметь что-то изготовлять своими руками, развивать моторику, моторику рук. А то часто так бывает, знаете, как, вроде ты как посмотрел на мастеров, как они делают, вроде легко. Стал повторять, а не получается, не поймешь в чем дело. То же самое, вроде инструменты, те же самые. Мы обычно прикрутить, скажем, шуруп. А руки не слушаются. Вот, или у девочек, да, смотришь, как взрослая мама, например, шинкует картошку мелкими кубиками, у нее так получается быстро. Это все практика, практика в течение лет. А начинаешь повторять, оно не получается. И боишься порезаться, боишься, не успеваешь. Пока ты одну почистил картошку, мама, там взрослые или кто-то из взрослых уже пять картошек почистили, помыли, их уже варят, пока ты только одну чистишь. Это все от моторика рук, нужна практика. И поэтому мы будем что-то с вами пытаться сделать, развивать моторику. Итак, эстетические потребности, это красота, путешествие, посещение музеев. Мы не только должны с вами обустраивать уют и дом, да, также еще эстетическая красота. Почему вас всегда просят прийти в школу прилично нарядно, в школьной форме, да. Это, в первую очередь, красота, эстетика, культура. Вот эти части тоже мы будем обговаривать. Я думаю, кто ходит и сделает на кройку шитья, они об этом говорят, потому что есть специальные стили, моды. Каждый год моды меняются. Вот, поэтому, в особенности, я про одежду говорю, надо будет это тоже учитывать. Это тоже как потребность человека. Вот, нужда, потребность, ну, холодно, тоже надо одеться. Ну, и самый пик потребности, это лидерство, менторство и развитие. О развитии мы с вами поговорили, конечно, ну, и лидерство, соответственно, по какой-то, идет речь, это, наверное, по карьерной лестнице, как человек развивается. Итак, потребности мы с вами разобрали. Да, сегодня сами тоже подумайте, какие у вас имеются потребности. Давайте мы с вами рассмотрим классификацию видов технологий. Я здесь привел пример технологический. Сейчас я к нему перейду. Я вам сначала зачитаю термин. Технология, как наука, рассматривает способы воздействия на сырье, материалы и полуфабрикаты, соответствующие орудиям производства. Технологический процесс, часть производственного процесса, непосредственно связанная с изменением свойств сырья и материалов, и их определением контроля. Смотрите, вот здесь приведен технологический процесс. Как из сырья мы получаем в процессе технологического процесса готовую продукцию, то есть бумагу. Машина для изготовления бумаги по методу Курдриньо. Вот такая трудновыговариваемая фамилия. Смотрите, первое это обработка идет щепок химикатами, то есть щепки обычные. Ну здесь, конечно, примитивно сделана примерная схема, я так буду говорить, обрабатывается химикатом для того, чтобы убить различные бактерии и так далее. Затем сырье идет на дробление, то есть превращается в какую-то массу, добавляется бумажное вторье, то есть замечали же где-то объявление, принимаем макулатуру. Как раз к этому вот это и идет вторье, вторсырье. Добавляется макулатура, брикетированная целлюлоза. Получается здесь все это смешивается, смешивается с водой и получаем смешивание целлюлозы с водой до образования кашеобразной массы. То есть это все получается кашеобразная масса, сбивание целлюлозы для повышения гибкости волокна. То есть, чтобы это все тянулось, добавляются различные химикаты, значит добавляется целлюлоза и это все поступает в смеситель. Дальше она через валики, мокрая масса и бумажная лента получается. Затем это все сушится на теплых, горячих, может даже валиках и в конечном итоге мы получаем бумагу. Ну здесь еще не добавлен, значит не добавлен технологический процесс, как эта бумага разрезается на форматы. Мы в том году, я думаю, говорили о форматах тоже. Форматы это стандартизированные размеры существуют, да? Самый знакомый вам это А4. Затем идет А3, А2 и А1, это большие ватманы, когда вы работаете или рисуете какую-то стенгазету. Итак, производственный процесс, совокупность действий по превращению сырья, материалов, полезных для человека в продукцию. Соответственно, все, что мы пользуемся сегодня, каждый день, в быту, в жизни, где бы мы ни были, это все изначально было сырье. Та же самая наша одежда, это был в зависимости от материала, какой-то может быть хлопок. И пройдя через технологический процесс, мы получаем конечную продукцию. Вот здесь тоже, скажем, металл, да? Кузов автомобиля, он металлический. Изначально он был как сырье, добывался, значит, в шахтах, перерабатывался, руда и по технологии получали листы. Затем листы штамповались, кузов автомобиля, он между собой соединялся, сваривался и так далее. Красился, получали мы какую-то продукцию конечную, да? До... Так, Анастасия, не просись. Видео может быть... Ребята, меня видно? Ага, спасибо. Так, монитор экрана видно, я вот немножко сбился сейчас. Монитор экрана видно? Да, спасибо. Так, мы остановились. Вот на чем, да? Сначала. Так, ребята, не нарушайте правила, которые я вам вначале сказал. Не проситься на подиум. Вопросы я позже прочитаю и в следующем уроке постараюсь вам ответить. Или оставлю контакты через классных руководителей, где смогу на ваши вопросы ответить. Во время урока это сбивает, значит, слайд-шоу, презентацию. Технологическая операция. Технологическая операция. Это часть технологического процесса, производимая непрерывно на одном рабочем месте. Операция обычно осуществляется при воздействии на обрабатываемое изделие тем или иным методом обработки, использующим известные физические, химические, биологические явления. Так, у меня, значит, часы говорят о том, что у нас остается 2 минуты, и я хочу вам рассказать о домашнем задании. Нет, подождите, у нас есть 2 минуты. До свидания, не говорю пока. Выписать тетрадь, определение, что такое технология, технологическая операция, производственный процесс. То есть, заведете тетрадь, выпишите. Затем, вам нужно будет приобрести на следующий урок, у нас как раз будет практическая работа, это канцелярский набор, туда должны быть ножницы включительно входить. И, я хочу сказать, о канцелярском ноже или нож для обоев его называют. На любом строительном рынке продают вот такой нож канцелярский. Я технику безопасности о нем расскажу. Главное, при его выборе, покупке, обратите внимание, чтобы на конце вот такой вот был фиксатор лезвия, чтобы лезвие у вас туда-сюда не убегало. Пусть родители не пугаются, что мы... Я вас прошу приобрести вот такой вот канцелярский нож, да. И приобретите доску для резки, или она называется для моделирования. Вот такая вот доска. Но, в принципе, на первых уроках можно обычную доску применить. Это для того, чтобы при какой-то работе, разрезании, может быть, бумаги, кордона, вы не испортили дома стол. Тогда от родителей вам достанется больше. Вот. Ну, в принципе, вот за неделю, имейте в виду, до следующего урока, вот эти вот вещи вам надо будет приобрести. В дальнейшем мы часто их будем использовать. Один такой нож, он часто будет пригождаться на наших уроках. Сейчас, тем более на дистанционном обучении, его, в принципе, не надо приносить в школу, поэтому он у вас будет дома, все в безопасности.